Анна Ахматова Гранитный город. А мы живём торжественно и трудно. 4 марта 1956 года, годовщину кончины величайшего палача, Анна Андреевна праздновала вдвоём с Лидией Корнеевной-Чуковской, положив полотенце, смоченное холодной водой, на лоб, говорила с подушки. Того, что пережили мы? Да, да, мы все, потому что за стенок грозил каждому. Не запечатлела ни одна литература. Шекспировские драмы, все эти эффектные злодейства, страсти, дуэли, мелочь, детские игры по сравнению с жизнью каждого из нас. О том, что пережили казнённые или лагерники, я говорить не смею, это неназываемо словом, но и каждая наша благополучная жизнь – шекспировская драма в тысячекратном размере. Немые разлуки, немые чёрные кровавые вести в каждой семье, невидимый траур на матерях и жёнах. Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза. Та, что сажала, и та, которую посадили. Началась новая эпоха. Мы с вами до неё дожили. Это было трудно, удивительно и почти невозможно дожить до новой эпохи. За четверть столетия гибель НЭПа, коллективизация, голод начала тридцатых, массовые репрессии, Вторая мировая война, новая волна репрессий уже после войны, и, наконец, смерть оберпалача. Это в масштабах нации и государства. В частной жизни – арест мужа и сына, письма в Кремль, многочасовые ожидания передачи в тюремных очередях, голод, блокада, эвакуация, тяжёлая болезнь, возвращение к страшному призраку, притворяющемуся моим городом, снова слава, признание, бурные аплодисменты, стоя и опять арест сына, обструкция и травля с высочайшего на то соизволения. КЛЕВЕТА И всюду клевета сопутствовала мне. Её ползучий шаг я слышала во сне, и в мёртвом городе под беспощадным небом, скитаясь наугад за кровом и за хлебом. И отблески её горят во всех глазах, то как предательство, то как невинный страх. Я не боюсь её. На каждый вызов новый есть у меня ответ достойный и суровый, но неизбежный день уже предвижу я. На утренней заре придут ко мне друзья, и мой сладчайший сон рыданьем потревожат, и образок на грудь остывшую положат. Никем незнаема тогда она войдёт. В моей крови её неутолённый рот считать не устает небывшие обиды, вплетая голос свой в моленья панихиды, и станет внятен всем её постыдный бред, чтоб на соседа глаз не мог поднять сосед, чтоб в страшной пустоте моё осталось тело, чтобы в последний раз душа моя горела земным бессилием, летя в рассветной мгле и дикой жалостью к оставленной земле. 14 января 1922. Бежицк, Петербург. Вагон. Самый великий из палачей, каких знала история, к середине 30-х годов наложил карцерную дисциплину на всю страну. Тюрьма преобразовала карательную процедуру в пенитенциарную технику, технику надзора и наказания. Надзор начинался со школьной скамьи, учителя, пионерская и комсомольская организации и продолжался в трудовых коллективах, производственное и партийное руководство, институт в социалистическом соревновании, общественные марши, демонстрации, митинги и по месту прописки в коммунальных квартирах. Одни и те же дисциплинарные механизмы функционировали по всему обществу, во всех городах и весях, тотально в любых социальных группах, средах и объединениях, от санкций против отклонения к наказанию преступлений. Не умеешь – научен, не хочешь – заставил. По шкале этого принципа любая провинность или проступок в школе, на работе или по месту проживания могли рассматриваться как более или менее тяжкое преступление перед советской властью, которому вменялось соответствующее наказание от коллективного порицания до высшей меры защиты общества от врагов народа. Шкала была непрерывной как в возрастном значении, так и по тяжести наказания, от постановки на вид, выговора, исключения из партийных комсомольских рядов, бойкотирования и увольнения с работы до лишения прописки, высылки и тюремного заключения. Система надзора и наказания новейшего времени на деле была не менее жесткой и эффективной для установления авторитарной власти, чем костры инквизиции для утверждения абсолютной власти средневековых монархов. По словам французского социолога и философа Мишеля Фуко, В классическую эпоху, несмотря на определенную общую отсылку к проступку в широком смысле слова, порядки правонарушения, греха и дурного поведения были отделены друг от друга, поскольку каждый из них был сопряжен с особыми критериями и инстанциями суд, епитимия, тюремное заключение. Лишение свободы, использующее механизмы надзора и наказания действует напротив, в соответствии с принципом относительной непрерывности. Непрерывности самих институтов, которые отсылают друг другу, государственная помощь и сиротский дом, исправительное заведение, каторга, дисциплинарный батальон, тюрьма, школа и благотворительные общества, мастерская, дом презрения, пенитенциарный монастырь, рабочий городок, больница и тюрьма. Непрерывности критериев и механизмов наказания, которые, начиная с простого отклонения, постепенно ужесточают правила и утяжеляют наказание. Непрерывные градации органов власти, институционализированных, специализированных и компетентных в порядке знания и порядке власти, которые не прибегают произволу, а в строгом соответствии с правилами, посредством констатации и оценки устанавливают иерархию, дифференцируют, дифференцируют, санкционируют, наказывают и постепенно переходят от санкции против отклонения к наказанию преступления. Мишель Фуко надзирать и наказывать рождение тюрьмы. ПОСВЯЩЕНИЕ ПОСВЯЩЕНИЕ Перед этим горем гнутся горы, не течёт великая река, но крепки тюремные затворы, а за ними каторжные норы и смертельная тоска. Для кого-то веет ветер свежий, для кого-то нежится закат, мы не знаем, мы повсюду те же, слышим лишь ключей постылый скрежет, да шаги тяжёлые солдат. Подымались, как к обедне ранней, по столице одичалой шли, там встречались, мёртвых бездыханней, солнце ниже и неба туманней, а надежда всё поёт вдали. Приговор! И сразу слёзы хлынут, ото всех уже отделена, словно с болью жизнь из сердца вынут, словно грубо навзничь опрокинут, но идёт, шатается одна. Где теперь невольные подруги двух моих осатанелых лет? Что им чудится в сибирской вьюге? Что мерещится им в лунном круге? Им я шлю прощальный мой привет. Март 1940. Другое её свойство – этот волшебный напиток, лиясь в сосуд, вдруг густеет и превращается в мою биографию, как бы увиденную кем-то во сне или в ряде зеркал, и я рада или не рада, что идут с тобой. Иногда я вижу в её всю сквозную, излучающую непонятный свет, похожий на свет белой ночи, где всё светится изнутри. Распахиваются неожиданные галереи, ведущие в никуда. Звучит второй шаг – эхо, считая себя самым главным, говорит своё, а не повторяет чужое. Тени притворяются теми, кто их отбросил. Всё двоится и троится, вплоть до дна шкатулки. И вдруг эта фата моргана обрывается, на столе просто стихи, довольно изящные, искусные, дерзкие, ни таинственного света, ни второго шага, ни взбунтовавшегося эхо, ни теней, получивших отдельное бытие. И тогда я начинаю понимать, почему она оставляет холодными некоторых своих читателей. Это случается главным образом тогда, когда я читаю её кому-нибудь, до кого она не доходит. И она, как бумеранг, прошу извинить избитое сравнение, возвращается ко мне, но в каком виде, и рани меня самоё. 17 мая 1961 года. Комарова. Анна Ахматова. Проза. О поэме. Поэтам вообще не пристали грехи. Проплясать пред ковчегом завета или сгинуть? Да что там? Про это лучше их рассказали стихи. В 1935-1940 годах Анной Ахматовой написан реквием. За три дня в 1940-м поэма «Путём всея земли». С 27 декабря 1940-го по 1965-й снова и снова возвращается адская орликинада поэма без героя. Все работы пишутся в стол и увидят свет при жизни поэта только в зарубежных изданиях, а в Советском Союзе в конце 1980-х. «Я сказала, что многие, в особенности из молодых, смущены и ушиблены разоблачением Сталина. Как же так? Гений, корифей наук, а оказался заплечный к дел мастером». «Пустяки это», – спокойно ответила Анна Андреева. «Наркоз отходит, как говорят врачи. Да и не верю я, что кто-нибудь чего-нибудь не понимал раньше, кроме грудных младенцев». Я с ней не согласилась. На своём пути мне довелось встречать людей чистых, искренних, бескорыстных, которые и мысли не допускали, что их обманывают. «Неправда», – закричала Анна Андреевна с такой энергией гнева, что я испугалась за её сердце. Она приподнялась на локте. «Камни вопиют!» Тростник обретает речь, а человек, по-вашему, не видит и не слышит? Ложь. Они притворялись. Им выгодно было притворяться перед другими и самими собой. Вы ещё тогда понимали всё до конца. Не давайте же обманывать себя теперь. Ну, конечно, они, как и мы с вами, не имели возможности выучить наизусть бессмертные распоряжения в оригинале. Но что насчёт врагов народа? Всё ложь, клевета, кровавый смрад. Это понимали все. Не хотели понимать дело другое. Такие и теперь водятся. Лидия Чуковская. Записки о бане Ахматов. Вступление. Это было, когда улыбался только мёртвый спокойствию рад и ненужным приветом болтался возле тюрем своих в Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осуждённых полки и короткую песню разлуки паровозные пели гудки. Звёзды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами чёрных марусь. Анна Ахматова. Реквием. Реквием. Я вижу, я слышу, я чувствую вас. 20 апреля 1924 года во вступительном слове на вечере Анны Ахматовой в Политехническом музее профессор Гроссман сказал. Анна Ахматова стала предметом прилежного изучения филологов, лингвистов, стиховедов. Сделалось почему-то модным проверять новые теории языковедения и новейшие направления стихологии на чётках и белой стае. И, наконец, в самое последнее время поэзия Ахматовой стала предметом обсуждения со стороны своей социальной природы и общественной стоимости. О стихах Ахматовой часто говорилось как о любовных новеллах, повестях, даже романах. Но, думается, что когда речь идёт об Анне Ахматовой, можно не бояться произнести и такое значительное слово, как «трагедия». Некоторые вехи на пути от любовной новеллы к трагедии в записных книжках Анны Ахматовой 20 мая 1960 года помечены скупо и выразительно. После моих вечеров в Москве, весна 1924-го, состоялось постановление о прекращении моей литературной деятельности. Меня перестали печатать в журналах аль монахов, приглашать на литературные вечера. Я встретила на Невском шагинян. Она сказала, «Вот вы какая важная особа! А вас было постановление ЦК – не арестовывать, но и не печатать». В 1929 году после «Мы» и «Красного дерева» и я вышла из Союза. В мае 1934 года, когда рассылались анкеты для вступления в Новый Союз, я анкеты не заполнила. Я член Союза с 1940 года, что видно из моего билета. Между 1925 и 1939 меня перестали печатать совершенно. Смотри критику, начиная с Лилевича, 1922-1933 года. Тогда я впервые присутствовала при своей гражданской смерти. Мне было 35 лет, и здания «Четки», «Белая стая» и «Анно домини», напечатанные в Берлине Альянским «Четки» и «Белая стая» и «Блохом» «Анно домини» не были допущены в Советский Союз. За озером луна остановилась и кажется отворенным окном в притихший ярко освещенный дом, где что-то нехорошее случилось. Хозяина ли мертвым привезли, хозяйка ли с любовником сбежала, или маленькая девочка пропала, и башмачок заводи нашли. Земли не видно, страшную беду почувствовав, мы сразу замолчали, заупокойно филины кричали, и душный ветер буйствовал в саду. 1922 Вечера Ахматовой обругивали, по оценке Евгения Замятина, легонько. Так в апреле 24-го газета «Правда» в заметке «Вчерашняя сегодня» сообщала, «Ахматова торжественно монотонным распевом, точно по старобрядческим крюкам пропела что-то о мертвецах». Однако изобличать страшную беду ее воспевателя рабоче-крестьянской власти было явно недостаточно. Приходилось запрещать в черном списке уничтоженных и остановленных книг более десяти сборников стихотворений Анны Андреевны Ахматовой. В 1925-м был уничтожен двухтомник, подготовленный к печати издательством Гессена. У издателя остался один экземпляр. Рукописи двухтомного собрания, составленного в 1935-м, были возвращены автору. Тогда же было отказано и в публикации избранного. Сборник из шести книг под редакцией Тынянова в количестве десяти тысяч экземпляров увидел свет в 1940-м, но через шесть недель изъят из продажи и библиотек и запрещен в букинистической продаже. В 1940-м был уничтожен однотомник ленинградского госиздата, в 1946-м еще один, а также подборка избранного в библиотеке Огонька. Седьмой сборник стихов «Нечет», принятый в 1946-м, был возвращен автору издательством «Советский писатель» за истечением срока архивного хранения в 1952-м. Рукописи остались у Ахматовой. Вместо всего этого в Ташкенте в 1943-м вышла маленькая книжка, избранная, под редакцией Зелинского, десять тысяч экземпляров. Рецензий о ней не было, ее было запрещено рассылать по стране. Продавалась она в каких-то полузакрытых распределителях. На книге не обозначено место издания. Запрещали ее, по словам Тихонова, восемь раз. Записные книжки. 6 ноября 1958 года в Госледиздате вышла книга стихотворений тиражом 25 тысяч экземпляров. В книге было 85 стихотворений и переводы. Она была распродана в несколько минут. Писателям Москвы и Ленинграда ее выдавали по ранее составленным спискам, но многим не хватило. После истории с созданием романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» за рубежом в 1958 году был запрещен сборник стихов Анны Ахматовой с переводом на польский. А в 1963-м ей вернули последний сборник «Бег времени» с ругательной статьей Критик Эссы Непонич. Новогодняя баллада И месяц, скучая в облачной мгле, Бросил в горницу тусклый взор. Там шесть приборов стоят на столе, И один только пуст прибор. Это Мушман и я, и друзья мои, Встречаем Новый год, Отчего мои пальцы словно в крови И вино, как отрава, сжёт. Хозяин, поднявший полный стакан, Был важен и недвижим. Я пью за землю родных полян, В которой мы все лежим. А друг, поглядевший в лицо моё И вспомнив бог весть о чём, Воскликнул, а я за песни её, В которых мы все живём. Но третий, не знавший ничего, Когда он покинул свет, Мыслям моим в ответ промолвил. Мы выпить должны за того, Кого ещё с нами нет. 1922. Конец года Преступное государство Порождает призрачный, Фантастический, смутный мир. Мир колеблющихся недостоверностей. Лидия Чуковская. Вещи которого – сон, люди, мертвецы, А в языке – неопределённые формы речи. Пришли, взяли, осудили. Теперь возникает другой страх. Страх перед тёмным, тайным сговором Между теми, кто отстаивает закон И теми, кто нарушает его. Шекспировский век, Когда верховная власть и низа Соединялись в одном лице, Ушёл в прошлое. Вскоре должна была начаться Повседневная мелодрама Полицейской власти И сообщничества Между преступлением и властью. Мишель Фуко надзирать и наказывать Рождение тюрьмы. В Советской России Повседневная полицейская мелодрама Третьего отделения Достигла своей страшной Трагической кульминации, Когда исторические пути страны Пересеклись в одной точке, Непроизносимом в суе имени Того великого деятеля Застенка, В ком уголовщина Обрела высшую государственную власть. Материально Застенок Поглощал целые кварталы, Духовно помыслы во сне и наяву. Застенок выкрикивал Собственно сработанную ложь С каждой газетной полосы И с каждого радиорупора. Он пугал именем своего творца И его сподвижников Даже в четырёх стенах, Когда вроде никто не мог слышать Даже один на один. Окружён миниматою, Застенок желал оставаться И всевластным, и несуществующим за раз. Он не хотел допустить, Чтобы чё бы то ни было слово Вызывало его Из всемогущего небытия. Он был рядом, Рукой подать, А в то же время Его как бы и не было. Лидия Чуковская, Записки об Анне Ахматово. Реквием Уводили тебя на рассвете, За тобой, как на выносе шла. В тёмной горнице плакали дети, У божницы свеча оплыла. На губах твоих холод и конки, Смертный пот на челе не забыть. Буду я, как стрелецкие жёнки, Под Кремлёвскими башнями выйти. 1935 Террористической организации. «Когда я вернусь в Ленинград, Меня арестуют За антисоветские разговоры», Возвращаясь из археологической Экспедиции с Дона, Догадывался Олег Гумилёв. 2035 Тихо льётся тихий дон, Жёлтый месяц входит в дом, Входит в шапки на бекарень, Видит жёлтый месяц тень. Эта женщина больна, Эта женщина одна, Муж в могиле, Сын в тюрьме, Помолитесь обо мне. Нет, это не я, Это кто-то другой страдает. Я бы так не могла, А то, что случилось, Пусть чёрные сукна покроют, И пусть унесут фонари. Ночь. До приезда в Ленинград Лев Гумилёв воспитывался Бабушкой Анны Ивановной Гумилёвой В Бежицке Тверской области. Жена комиссара Фёдора Раскольникова В прошлом возлюбленная Николая Степановича Гумилёва Лариса Рейснер Предлагала матери отдать Лёву В её семью. Анна Андреевна ответила отказом. Безотказно же работали Одни только механизмы надзора И наказания. В строгом соответствии С принципом непрерывности Они отсылали друг к другу Социальные институты Образования, Воспитания, Исправления И семьи. В конце лета 1921 года, Когда известие о расстреле Николая Гумилёва Дошло до беженства, Школьники постановили Леву Гумилёву, Как сыну расстрелянного Врага народа, Книги из библиотеки Не выдавать. Показать бы тебе, Насмешнице И любимице Всех друзей, Царско-сельской Весёлой Грешнице, Что случилось С жизнью твоей, Как трёхсотая С передачью Под крестами Будешь стоять И своей слезою Горячую Новогодний лёд Прожигать. Там тюремный тополь Качается И не звука, А сколько там Неповинных жизней Кончается. 4 июля 1924 года Анна Ивановна Гумилёва Писала Анне Ахматовой. Дорогая Анечка, Сегодня Лёва пошёл в школу За своим свидетельством Об окончании четвёртого класса В переводе его в следующий класс, То есть теперь уже во вторую ступень. Но ему никакого свидетельства Не выдали, А потребовали, Чтобы он принёс Метрическое свидетельство. Он, бедняга, Очень огорчился, Когда узнал, Что у меня нет его. И я сама пошла С ним в школу Выяснить это дело. И мне тоже сказали, Что нынче Очень строго Требуются документы И без метрики Во вторую ступень Не примут ни за что. Так что, голубчик, Уже как хочешь И добывай сыну метрику И как можно скорее, Чтобы Шура могла Привезти её с собой. А без неё Он совсем пропадёт, Никуда его не примут. А когда будешь Получать бумагу, То обрати внимание, Чтобы, Если он записан Сын дворянина, То похлопочи, Попроси, Чтобы заменили И написали Сын гражданина Или студента. Иначе и в будущем Это закроет ему дверь И высшее заведение. Любящая тебя мама. Семнадцать месяцев кричу, Зову тебя домой, Кидалась в ноги палачу, Ты сын и ужас мой. Всё перепуталось навек, И мне не разобрать, Теперь кто зверь, Кто человек, И долго ли казни ждать, И только пышные цветы, И звон кадильный, И следы куда-то в никуда, И прямо мне в глаза глядит, И скорой гибелью грозит Огромная звезда. Это был второй арест сына. 10 декабря 1933 года Лева Гумилёва арестовали На квартире востоковеда Эбермана, Который консультировал его По поводу переводов с Арабского. Лев провёл в заключении 9 дней И был отпущен без допроса И предъявления обвинения. В октябре 1935 года Пунин и Гумилёв Вместе с группой студентов Ленинградского университета Попали под волну репрессий Против интеллигенции, Начатой после убийства Сергея Мироновича Кирова. Ряд доносов на сына Казнённого именем революции поэта, Абсолютного контрика И человека явно антисоветского Предрешили арест. Студенты жаловались, Что он считает их дураками. Участие в общественной жизни Лев Гумилёв не принимал Ни в комсомольских радостных организациях, Ни в научных кружках молодёжи, Горящих единственно правильным Классовым подходом к истории. Жил поначалу в коммунальной Квартире у матери на деревянном Сундуке в неотапливаемом Коридоре. Кроме матери И отчима в квартире проживала Семья рабочих и первая жена Пунина С дочерью Ириной. У них были отдельные комнаты. Затем переселился к знакомым, Ибо Пунин по возвращению пасынка Из экспедиции открыв дверь сказал «Зачем ты приехал? Тебе даже переночевать негде». Летом ходил в линялом картузе И презентовом плаще, зимой в ватнике, Который знакомые называли дурацким. «Лёгкие летят недели, Что случилось, не пойму, Как тебе, сынок, в тюрьму Ночи белые глядели, Как они теперь глядят Ястребиным жарким оком О моём кресте высоком И о смерти говорят». Через неделю после ареста мужа и сына Анна Андреевна Ахматова Отправилась в Москву, Где остановилась у литературоведа Эммы Григорьевны Герштейн, Затем на квартире у Михаила Афанасьевича Булгакова. После звонка по Скрёбышеву Письмо в секретаря ЦК на имя Сталина Было передано в Крепли. «Глубоко уважаемый Иосиф Виссарионович, Зная ваше внимательное отношение К культурным силам страны, И в частности к писателям, Я решаюсь обратиться к вам с этим письмом. 23 октября в Ленинграде арестованы НКВД Мой муж Николай Николаевич, Профессор Академии Художеств, И мой сын Лев Николаевич Гумилёв, Студент ЛГУ. Иосиф Виссарионович, Я не знаю, в чём их обвиняют, Но даю вам честное слово, Что они ни фашисты, ни шпионы, Ни участники контрреволюционных обществ. Я живу в ССР с начала революции. Я никогда не хотела покинуть страну, С которой связана разумом и сердцем. Несмотря на то, что стихи мои не печатаются, И отзывы критики доставляют мне много горьких минут, Я не падала духом. В очень тяжёлых моральных и материальных условиях Я продолжала работать И уже напечатала одну работу о Пушкине, Вторая печатается. В Ленинграде я живу очень уединённо И часто подолгу болею. Арест двух единственно близких мне людей Наносит мне такой удар, Который я уже не могу пережить. Я прошу вас, Иосиф Виссарионович, Вернуть мне мужа и сына, Уверенная, что об этом Никогда никто не пожалеет. Анна Ахматова. 1 ноября, 1935. Великий деятель Застенко Наложил на письмо резолюцию. Товарищ Ягода. Освободить из-под ареста И Пунина и Гумилёва И сообщить об исполнении. Иосиф Сталин. 4 ноября следствие было прекращено. Прямо посреди ночи задержанных отпустили. Профессор Пунин просил оставить их до утра. Приговор. И упало каменное слово На мою ещё живую грудь. Ничего. Ведь я была готова. Справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела. Надо память до конца убить. Надо, чтоб душа окаменела. Надо снова научиться жить. А не то горячий шелест лета, Словно праздник за моим окном. Я давно предчувствовала это. Светлый день и опустелый дом. 1939. Границы между заключением, наказаниями по решению суда и дисциплинарными заведениями, размытые уже в классическом веке, начинают стираться, образуя огромный континуум карцера, распространяющий пенитенциарные методы даже на самые невинные дисциплины, доводящий дисциплинарные нормы до самой сердцевины уголовно-правовой системы и воздействующий на любое правонарушение, мельчайшую неправильность, отклонение или аномалию, угрозу делинквентности. Тонкая, градуированная карцерная сеть с компактными заведениями, но и дробными и рассеянными методами заняла место самоуправного, массового и плохо интегрированного заключения классического века. Мишель Фуко надзирать и наказывать рождение тюрьмы. Дисциплина карцерного архипелага позволяла надеяться, принимая неизбежное как судьбу. После освобождения профессор Пунин вернулся на работу, а студента Гумилёва по инициативе комсомольской организации выдворили из университета. Восстанавливаться пришлось на следующий учебный год. Вы знаете, что такое пытка надежды? После отчаяния наступает покой, а от надежды сходят с ума. К смерти. Ты всё равно придёшь. Зачем же не теперь? Я жду тебя. Мне очень трудно. Я потушила свет и отворила дверь Тебе такой простой и чудной. Прими для этого какой угодно вид. Ворвись отравленным снарядом Или с гилькой подкрадись, как опытный бандит, Или отрави тифозным чадом, Или сказочкой, придуманной тобой, И всем до тошноты знакомой, Чтоб я увидела верх шапки голубой И бледного от страха управ дома. Мне всё равно теперь. Струится Енисей, звезда полярная сияет, И синий блеск возлюбленных очей Последний ужас затмевает. 19 августа 1939. Фонтанный дом. В апреле 1935 года Вышел исторический даже для масштаба тысячелетий Указ о расстреле малолетних преступников От двенадцати лет. Укрепляя авторитарную власть, Оберпалач не гнушался ничем. Геноцид становился привычным делом. Ткань отношений, которые когда-то составляли Непосредственное окружение тюрьмы, Распространялось вовне. Карцерный архипелаг переносил технику наказания Из тюремного института На весь общественный организм. Наиболее проницательные понимали Всю чудовищность последствий этого переноса. Лидия Корнеевна Чуковская вспоминала. Ум ее был трезв, ясен, проницателен, И именно поэтому сознание ее Было преисполнено ужасом перед совершающимся, Которого не видели другие, И ужасом перед возможностью утраты рассудка. Ахматова яснее других чуяла И осознавала происходящее. Действительность была чудовищна. Заглядывая в подвал памяти, она восклицала «Но где мой дом и где рассудок мой?» Или, создавая свой реквием, Уже безумие крылом души накрыло половину. Уже безумие крылом души накрыло половину И поет огненным вином, и манит в черную долину. И поняла я, что ему должна я уступить победу, Прислушиваясь к своему уже как бы чужому бреду. И не позволит ничего оно мне унести с собою, Как не упрашивая его, и как недокучая мольбою, Ни сына страшные глаза, окаменелое страданье, Ни день, когда пришла гроза, Ни час тюремного свиданья, Ни милую прохладу рук, Ни лип взволнованные тени, Ни отдалённый лёгкий звук Слова последних утешений. Четвёртое мая 1940-го. Фонтанный дом. В третий раз Льва Гумилёва забрали в ночь С 10 на 11 марта 1938 года. Его арест был спровоцирован Лекцией Пумпянского о русской поэзии. Лектор стал потешаться над стихотворениями И личностью моего отца. Поэт писал про Абиссинию, восклицал он, А сам не был дальше Алжира. Вот он, пример отечественного Тартарена. Не выдержав, я крикнул профессору с места. Нет, он был не в Алжире, а в Абиссинии. Пумпянский снисходительно парировал мою реплику. «Кому лучше знать, вам или мне?» Я ответил, «Конечно, мне». В аудитории около двухсот студентов засмеялись. В отличие от Пумпянского, многие из них знали, что я сын Гумилёва. Все на меня оборачивались и понимали, что мне действительно лучше знать. Пумпянский сразу же после звонка побежал жаловаться на меня в деканат. Видимо, он жаловался и дальше. Во всяком случае, первый же допрос во внутренней тюрьме НКВД на Шпалерной следователь Бархудариан начал с того, что стал читать мне бумагу, в которой во всех подробностях сообщалось об инциденте, произошедшем на лекции Пумпянского. Карцерный архипелаг организовывал то, что Мишель Фуко назвал «дисциплинарными жизненными путями», на которых под видом исключений и отторжений приводился в действие механизм проработки. Жалобы горемыки профессора пополнялись доносами доброхотов студентов. Обстановка на историческом факультете, мягко говоря, была нестабильной. По обвинению в связях с Зиновьевым, первый декан Зайдель был арестован в январе 1935 года. Вместе с ним за решетку было отправлено 12 преподавателей. Второго декана арестовали в 1936. Всего же до 1940 года, совсем как в традиции волшебной сказки, вакансию декана занимали семь человек. Распятие Нерыдайменная мать и во гробе зряще Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, а что меня оставил, А матери, о, Нерыдайменная. Магдалина билась и рыдала, Ученик любимый каменел, А туда, где молча мать стояла, Так никто взглянуть и не посмел. На этот раз не помогли ни письма, ни хлопоты. Сына обвиняли в контрреволюционной пропаганде и агитации, вкупе с организационной контрреволюционной деятельностью. С 1937 года чекистам разрешалось применение физического воздействия в практике. Кремлевский душегубь бесхитростно с большевистской прямотой обосновал пытки. Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое воздействие. Спрашивается, почему социалистическая разведка должна быть более гуманна? 21 июня 1938 года из студента Льва Гумилёва оперуполномоченным 8 отделения 4 отдела управления НКВД по Ленинградской области сержантом Айратом Бархударьяном были выбиты признательные показания в руководстве антисоветской молодежной организации, в контрреволюционной агитации, чтении стихов его собственного сочинения и Мандельштама о Кремлевском горце, а также в подготовке покушения на товарища Жданова. В протоколе допроса Бархударьян нарисовал. «Я всегда воспитывался в духе ненависти к ВВКПБ и советскому правительству. От моей матери Ахматовой Анны Андреевны я узнал о факте расстрела советской властью за антисоветскую работу моего отца, буржуазного поэта Гумилёва. Это еще больше обострило мою ненависть к советской власти, и я решил при первой возможности отомстить за моего отца. Этот озлобленный, контрреволюционный дух всегда поддерживала моя мать, Ахматова Анна Андреевна, которая своим антисоветским поведением еще больше воспитывала и направляла меня на путь контрреволюции. От моей матери я никогда не слышал ни одного слова, одобряющего политику ВВКПБ и советского правительства». Ахматова неоднократно заявляла, что она всегда видит перед собой мертвое тело своего мужа, моего отца Гумилёва Николая, павшего от пули советских палачей. Поэтому она ненавидит советскую действительность и советскую власть в целом. В знак открытого протеста против ВКПБ и советского правительства Ахматова Анна Андреевна отказалась вступить в члены Союза советских писателей. По этому вопросу Ахматова Анна Андреевна резко высказалась против политики ВКПБ и советского правительства, заявляя, что в СССР отсутствует демократия, свобода личности и свобода слова. От Ахматовой часто можно было услышать следующие слова «Если бы была подлинная свобода, я прежде всего крикнула бы «Долой советскую власть!» Да здравствует свобода слова, личности и демократии для всех!» В беседе со мной моя мать Ахматова неоднократно мне говорила, что если я хочу быть до конца её сыном, то прежде всего я должен быть сыном моего отца Гумилёва Николая, расстрелянного советской властью. Этим она хотела сказать, чтобы я все свои действия направлял на борьбу против ВКПБ и советского правительства. После убийства Кирова в беседе со мной она заявила, что его убийцы являются героями и вместе с тем учителями для идущего против советской власти молодого поколения. Третий Зачатьевский Переулочек, переул, Горло петелькой затянул, Тянет свежесть с Москвы реки, В окнах теплятся огоньки. Покосился гнилой фонарь, С колокольни идёт звонарь. Как по левой руке пустырь, А по правой руке монастырь, А напротив высокий клён Красным заревом обогрём, А напротив высокий клён Ночью слушает долгий стон. Мне бы тот найти образок От того, что мой близок срок, Мне бы снова мой чёрный платок, Мне бы невской воды глоток. 2 августа 1940-го Согласно марксистской теории, Человек таков, каким проявляет себя В общественно полезной деятельности, Труде. Никакой другой, неопределённой Социальными связями и отношениями Сущности у человека нет. Члены трудовых коллективов Дружно катали характеристики друг на друга, Стоило только карцерному архипелагу Наладить движение от санкции Против отклонения к наказанию преступления. Общественная характеристика С места обучения Была представлена в следственные органы На фамилию Гумилев. Ошибку, которую комсомольские активисты Допустили то ли по злобе, То ли по незнанию, А может из-за отроческой Неопределённости своих лиц. Та же описка В написании фамилии Изначилась и в деле Николая Степановича Гумилёва В августе 1921-го. Конечно, не знать большой грех, Признавал отец Павел Флоренский, Но не желать знать Уже преступление. Характеристика Гумилев, Лев Николаевич За время пребывания на ИСФАКе Из числа студентов исключался И после восстановления Часто академическая группа Требовала его повторного исключения. Как студент успевал только По специальным дисциплинам, Получал двойки по общественно-политическим Ленинизм, Вовсе не потому, Что ему трудно работать По этим дисциплинам, А он относился к ним Как к принудительному ассортименту, К обязанностям, Которые он не желает выполнять. Большинство студентов Игнорировал. Во время избирательной кампании В их группе, Где делался доклад о биографии Товарища Литвинова, Гумилев Ввел себя вызывающе, Подсмеивался, Поддавал реплики, Вообще отличался крайне Недисциплинированностью, Сильно зазнавался, Мнил из себя большой талант, Который не признают в Советском ВУЗе. Эти разговоры он добавлял Следующими замечаниями, Что все великие люди, Например, Достоевский, Голодали, Нуждались, И что теперь Гумилев, Великий человек, Тоже голодает В Советском Союзе. 1 июля 1938-го. Не бывать тебе в живых, В соснигу не встать, Двадцать восемь штыковых, Огнестрельных пять, Горькую обновушку Другу шила я, Любит, Любит кровушку Русская земля. 16 августа 1921-го. Вагон. На военном трибунале 27 сентября 1938-го года Лев Гумилёв Отказался от данных ранее признаний, Заявив, «Отказываюсь от протокола допроса, Он был заготовлен заранее, И я под физическим воздействием Он был вынужден его подписать. Никакого разговора с моей матерью О расстрелянном отце не было. Я никого не вербовал, И организатором контрреволюционной группы Никогда не был. Я, как образованный человек, Понимаю, что всякое ослабление Советской власти Может привести к интервенции Со стороны оголтелого фашизма». На трибунал заявление подсудимого Не произвело никакого впечатления. И после краткого формального совещания Лев Николаевич Гумилёв Был приговорён к десяти годам Лишения свободы С отбыванием в исправительно-трудовом лагере И четырёхлетним поражением в правах. Я смотрела на её чёткий профиль Среди неопределённых лиц Без фаса и профиля. Записала Лидия Чуковская 28 августа 1939 года. Рядом с её лицом Все лица кажутся неопределёнными. Рэквием. Эпилог. Узнала я, как опадают лица, Как из-под век выглядывает страх, Как клинописи жёсткие страницы Страдания выводит на щеках, Как локоны из пепельных и чёрных Серебряными делаются вдруг. Улыбка вянет на губах покорных И в сухоньком смешке дрожит испуг. И я молюсь не о себе одной, А обо всех, кто там стоял со мною, И в лютых холод и в июльский зной Под красною ослепшую стеною. Опять поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас. И ту, что едва до окна довели, И ту, что родимой не топчет земли, И ту, что красивой, тряхнув головой, Сказала, сюда прихожу, как домой. Хотелось бы всех поимённо назвать, Да отняли список и негде узнать. Для них соткала я широкий покров Из бедных у них же подслушанных слов. О них вспоминаю всегда и везде, О них не забуду и в новой беде. И если зажмут мой измученный рот, Которым кричит стомиллионный народ, Пусть так же они поминают меня В канун моего погребального дня. А если когда-нибудь в этой стране Воздвигнуть задумают памятник мне, Согласие на это даю торжество, Но только с условием. Не ставить его ни около моря, Где я родилась, Последняя с морем разорвана связь, Не в царском саду у заветного пня, Где тень безутешная ищет меня, А здесь, где стояла я триста часов, И где для меня не открыли засов. Затем, что и в смерти блаженной Боюсь забыть громыхание Черных марусь, Забыть, как постыла и охлопала дверь, И выла старуха, как раненый зверь, И пусть неподвижных и бронзовых век, Как слезы струится подтаявший снег, И голубь тюремный пусть гулит вдали, И тихо идут по неве корабли. Около 10 марта 1940-го. Фонтанный дом. Фонтанный дом. Продолжение следует...